Всем доброго времени суток! У нас следующий день. Сейчас раннее утро. Мои пошли на завтрак. Я сегодня на завтрак не захотела. Решила остаться дома. Сделала себе кофейку со сливками. Здесь есть в номере чайник, поэтому это не проблема. Сейчас буду пить кофе. Я ничего сегодня вообще не хочу кушать. Вот эта жара, знаете, она просто отбивает аппетит на 100% у меня. И вместе с кофе, чтобы проснуться, съем вот эту одну штучку от Милка. Мы покупали ее у себя в фикс-прайсе в своем городе. Это у них новинка с коровой. С коровой, такая двухслойная, и там идут шоколадные такие вкрапления. Вот таким образом она выглядит. Очень вкусная штучка. Их всего в пачке 5 штучек в индивидуальной упаковочке. Стоит 55 рублей. Очень вкусная, девочки. Если увидите, попробуйте. И вот сейчас с кофейком я его обязательно скушаю. Также у меня еще на завтрак будут абрикосы. Это абрикосы местного производства. Я покупала вчера на рынке, когда мы с вами гуляли. И совершенно случайно набрела на их рынок. Просто великолепный рынок. Хороший, большой. Вот такие вот абрикосы стоят 120 рублей. Посмотрите, какие они вкусные. Они очень свежие. Они могут и полежать, кто любит помягче. Я люблю прям вот такие, чтобы, знаете, немножко даже как хрустели. В общем, очень вкусные. 120 рублей килограмм. Конечно, я взяла 2 килограмма. И вот мы сейчас всей семьей лакомимся. Также есть печенье, конфеты. Но это я не ем. Пока с вами и разговариваю. Сейчас нанесла вот эту масочку тканевую корейского производства с морской звездой. У меня уже она вторая. Вот это последняя тканевая маска. Больше у меня в запасах, девочки, ничего нет. Так что да. Надо было брать больше тканевых масочек. В разных таких сашеточках, в тюбиках. Ну, ладно, теперь уж что говорить. Вот эта маска великолепная. Она очень тонкая. Сейчас у меня на лице. Хорошо прилегает. Очень много пропитки. Что она нам тут обещает? Она у нас успокаивающая. Для всех типов кожи я ее покупала в ленте. Хорошая маска. В принципе, если я увижу, то можно еще повторить. Классная. Хорошо кожу увлажняет. И вчера вечером делала вот такие патчи от Института Стеллар Кореи гелевые лифтинг эффект. Здесь было в упаковке 4 штучки. Ну, то есть, вот две вот таких сашетки. Одну я сделала, одну мне сегодня еще или на вечер, или на завтра. Посмотрим, как дело пойдет. Но не очень. Они такие тоже, знаете, как лейкопластырь. Смотрите, как у меня рука загорела от кольца. Да, да. Я вот думаю, теперь носить кольцо или нет, потому что вот рука очень сильно загорела. Средние, девочки. Средние я бы больше не повторила. Все-таки дают больше лифтинг. Мало мне дают увлажнения. Ну, как бы больше я не повторю. Конечно, эти да использую, больше не повторю. Что вам еще хочу показать? Хочу показать, что мы практически добили вот эту тубу. Это Даф. Секреты восстановления. Молочко с кокосом увлажняющее. Девочки, оно отличное. Оно отличное для летнего жаркого периода, когда не хочется кожу перегружать плотными текстурами. Я его много раз показывала в виде спрея-распилителя. Очень хорошо кожу увлажняет. Обладает приятным ароматом. Вот. Хороший. Уже осталось прям совсем-совсем чуть-чуть. Буквально на одно-два применения. Также хочу сказать про вот это средство. Я его протестировала по полной программе. Это компания Estelle. И вы видели, я вам показывала. Это увлажняющий спрей для волос. Я его взяла, потому что здесь есть защита от солнца. Действительно, волосы, как мне кажется, защищает. Конечно, это тяжело проверить, как это проверить. Но, помимо всего прочего, я с ним волосы хорошо расчесываю. Волосы он не грязнит. Надеюсь, что защищает от солнышка. Расход у него, ну, вы видите, уже большой. Как раз, я думаю, до конца отдыха я его добью. Хороший такой спрей, неплохой, девочки. Хочу сказать, что у меня волосы очень сильно из-за нормальных стали превращаться в сухие в данный момент. Потому что вот эта вот соленая вода, это солнце все высушивает. У меня и тело стало очень таким, знаете, более-более сухим. У меня кремы улетают просто. У меня и кожа на лице немножко подсохла. Требует большего увлажнения. И даже волосы подсохли. Но я думаю, это временное, конечно, явление. И вот закончился, к сожалению, от Five Element термальная водичка моя. 50 мл я ее брала с собой. И на пляж, и в городе разбрызгивала, и в дороге. Вообще отличная водичка. У нее очень мелкое распыление. Она кожу не стягивает, не пересушивает. Очень хорошо бодрит и тонизирует. Поэтому могу посоветовать. Но тоже, к сожалению, видите, 50 мл мне не хватило. Еще хотела вам показать. Вчера мы гуляли и увидели вот такие шишки. Они настолько, девочки, крупные, настолько красивые. Мы себе насобирали. Ну, не мы себе, а ребенок насобирал. Себе домой. Может быть, какие-то поделки будем делать. Такие крупные шишки я в нашем городе не встречала. Они прям такие классные. Крупные-крупные. Так что заберем их себе. Сейчас я позавтракаю, и мы отправимся на пляж. Мы шли-шли и увидели здесь в частном секторе растет, я так думаю, девочки, это инжир. Если вы знаете, то напишите. Очень много плодов. Плоды такие крупные, но пока еще зеленые. А вот сегодня мы пришли до центрального пляжа. Здесь у нас песочек. Сейчас мало людей, потому что обеденное время. Он очень широкий, большой. Здесь также много разных навесов, разных кафешек. Тусуются молодежь. Занимаются активными видами спорта. Волейбол пляжный играют. Ну, опять-таки, сейчас у нас 3 часа дня. Время самое жаркое, поэтому мало людей. Мало кто решил остаться на пляже. А так с утра здесь тоже очень-очень много людей. Девочки, мальчики, а в ЗАГС никому не нужно? То можно расписаться в таком красивом курортном городке. В ЗАГСе. Почему нет? Вот. Неплохая идея поехать с любимым отдохнуть и расписаться. Как вам? После вкусного обеда мы решили прогуляться по городскому парку аттракционов. Сейчас на данный момент, на начало июля, все закрыты. Все аттракционы закрыты. Но нас это, честно сказать, не очень расстраивает. Потому что мы главной своей целью сделали это купание в море, загар, прогулки. Очень много гуляем, двигаемся. И вот, смотрите, какие животные красивые. Много здесь парков, скверов. Везде растут замечательные елочки. Мы специально ушли в тенечек, спрятались. Потому что температура очень-очень высокая. И хочется, конечно, спрятаться в тенечке. Здесь нас также встречает жираф. Вы видите колесо обозрения. Субтитры подогнал «Симон» У нас сегодня завершающий вечер нашего пребывания в Геленджике. Все хорошее рано или поздно подходит к концу. Сегодня замечательный был день. И такой завершающий у нас вечер. Сейчас в 8 часов вечера мы гуляем, наслаждаемся. Дышим свежим морским воздухом. Конечно, очень жалко всегда уезжать. Но что делать? Все рано или поздно хорошее заканчивается. Хочу вам сказать спасибо, что поддерживали. Что писали комментарии. Желали хорошего отдыха. Всем спасибо. Друзья, кто хочет приехать в Геленджик в этом сезоне лета 2020, то обязательно приезжайте. Все кафе, все развлечения открыты. Фонтаны, экскурсии, столовые, кафе, летние веранды. Все открыто, все работает. Геленджик ждет отдыхающих, Геленджик ждет гостей. Поэтому вперед, осуществляйте свои мечты, свои желания. С вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.